Американская разведка регулярно готовит для администрации Джо Байдена доклады о здоровье Владимира Путина. В мае был представлен уже четвертый такой доклад. Во всяком случае, так утверждает издание Newsweek. В целом довольно распространенная практика. Американская разведка делает такие доклады достаточно регулярно, в том числе про ряд африканских лидеров, где судьба режима в том числе зависит во многом от здоровья лидера. Про Беларусь такие были доклады. Newsweek пишет, по данным разведки, Путин прошел в апреле курс лечения от запущенного рака, а в марте на российского президента якобы было совершено покушение. У издания три источника. Один из офиса директора национальной разведки, один старший офицер ВВС в отставке и один из разведывательного управления Министерства обороны США. При этом все трое предупреждают. Изоляция российского лидера затрудняет для американской разведки точную оценку здоровья Путина. Я не помню такого. Конечно, следили там за здоровьем Мао Цзэдуна, например, конечно, тоже было очень... Да, за здоровьем Брежнева, конечно, следили. И там было много явных признаков. Но в этом не было такого драматизма, понимаете, и такой вот какой-то определенности. Со ссылкой на знакомых медицинских кругах израильский журналист Марк Котлярский 30 мая писал, что у Путина рак поджелудочной железы. И его еще только готовят к операции в центре имени Блохина в Москве. Британские таблоиды 30 мая и вовсе сообщили, что российский президент уже умер. Издания Star, Mirror и The Sun написали, что Путин, вероятно, заменяет его двойник. Об этом им якобы сообщил источник в британской разведке. Наконец, об агрессивной патологии позвоночника, обнаруженной у Путина еще лет 10 назад, рассказала в своем фейсбуке оперная певица и бывшая депутат Госдумы России Мария Максакова. Она с 2016 года живет в Киеве. Про болезнь Путина узнала в 2011 году от людей, которые занимались уникальными исследованиями в медицинской отрасли. Казалось, что это что-то очень серьезное. А, как вы понимаете, с тех пор прошло 11 лет. Самым детальным материалом о здоровье Путина на сегодняшний день был материал издания «Проект». Журналисты выяснили, что президента России вот уже несколько лет сопровождает огромная бригада врачей. Среди них хирург-специалист по раку щитовидной железы. Если думать об этом все-таки прагматично, мы понимаем, что если существует в России человек с очень защищенным здоровьем, то это Путин. Рак поджелудочный, рак щитовидки, болезнь Паркинсона, ее симптомы еще тут находят украинские СМИ, и агрессивная патология позвоночника. Болен ли хоть чем-то из этого в реальности Владимир Путин, мы не знаем. Зачем же тогда в украинских, российских, британских и американских СМИ со ссылками на источники появляется такая информация? Может ли это быть элементом информационной войны? Да это просто, к сожалению, довольно искреннее желание огромного количества людей вот так вот по-простому и быстро решить проблему. Мне кажется, что начинают искать признаки болезни, вот врачи и разведчики начинают глядываться в каждый этот кадр, задавать вопросы своей, наверное, агентуре, ищите, ищите вот признак болезни, и они ищут. Двумя словами, wishful thinking и обыватели, и пресса, и даже разведка может выдавать желаемое за действительное, отвечая на запросы общества, говорят эксперты. Мария Максакова с этим тоже согласна и считает, что фокусироваться на здоровье Путина вредно. Весь мой посыл и, так скажем, вся моя энергия была направлена на то, чтобы люди поняли, что нельзя смещать акцент действия с себя, здорового, рационального, умного, готового действия человека на X, понимаете? Ну а политолог Михаил Комин говорит, что если уж так хочется следить за здоровьем президента России, лучше полагаться не на анонимные данные из прессы, а следить за появлениями Путина на публике. Я бы смотрел сайт Кремлин.ру и пытался сравнить, и пытался понять, можно ли эту публикацию было заранее подготовить или нет в новостях. Попробуем прямо сейчас. На этой неделе встреча с уполномоченным по правам человека. Обсуждали работу за 2021 год. Может быть консервами? В общем, может. На прошлой неделе встреча с президентом Сенегала. Она действительно состоялась. По крайней мере, президент Сенегала это подтверждает. Вероятно, с Владимиром Путиным все в порядке. Если, конечно, это был не его двойник.